С начала этого года дорожная полиция зафиксировала 19 ДТП с участием автобусов. Столько же пассажиров пострадало. Многие из потерпевших, будучи еще в салоне транспорта, при экстренном торможении падают и получают травмы. И не всегда при ДТП соблюдаются правила дорожного движения. Водители покидают место аварии. Пострадавшие заявляют о травмах позже указанных сроков. Тему продолжит Розалия Борисова. Это ДТП с участием пешеходов за короткое время вызвало резонанс в соцсетях. В результате наезда одна из девушек получила сотрясение головы, перелом ребра и множество гематом. Я вот, получается, с первого раза на нас наехал, потом чуть-чуть машина откатилась, я вспрыгнула, а вот Вера там лежала. Он объяснился потом гаечникам, что он переписал с тормозом, но свидетели писали, что он несколько раз делал наезд. Почему-то это не учли. Но даже выйдя из машины, водитель не оказывает никакой помощи пострадавшим. Хотя сегодня в правилах дорожного движения четко прописаны действия автомобилистов при ДТП. По правилам дорожного движения Российской Федерации, при любом дорожно-транспортном происшествии водитель должен выставить аварийные знаки, сообщить во все службы, то есть в полицию, в госавтоинспекцию, вызвать скорую медицинскую помощь и оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия. И при этом еще оказать первую доврачебную медицинскую помощь. Но почему-то главный пункт не оставлять место ДТП в реальности не всегда соблюдается. Я выходила из 14-го автобуса. Автобус еще я не вышла, автобус отъехал. И одна нога у меня в автобусе, другая нога на остановке. И в итоге я упала и получила вот травму руки. Водитель не оставил, он высадил пассажиров, повез меня в травмпункт. Травматологи говорят, что это долго будет заживать, во-первых, и полностью не восстановится. И сейчас, чтобы доказать факт ДТП, Тамаре Васильевне необходимо найти свидетелей. И разбирательство этого случая будет однозначно долгим. Что касается самого водителя, он и руководителя маршрутного автобуса уверяют, они готовы в первую очередь помочь пострадавшей. Об ответственности ни слова. Но часто и сами пострадавшие при ДТП нарушают правила. Разрешая автомобилистам довести себя до скорой, они сами затрудняют в будущем ход расследования. При ДТП в первую очередь нужно вызвать сотрудников ДПС. Скорее, ускоря помощи и никогда не соглашаться, если водитель предлагает довезти до травмпункта.